всем привет я на димкином перископе вот он за рулем здесь у нас такая низкий погон машинный перископ все время понимаю автоперископ да вот едем из фотосессии сегодня снимали сразу лайки снимали фотосессию у кристо очень интересная фотография получится добрый вечер всем здравствуйте уважаем очень приятно нас видеть а нам очень приятно что вы с нами по перископе у димона сегодня настроение такое уставшим проделать большую тренировку поработал еще и снялся фотосессии короче он да он говорит сдох так что сегодня вы не услышите не мата правильно я надеюсь ничего москва сити покажи ребятам москва сити москва сити да все видели москву москва сити ну давайте попробуем показать у нас два фазбуна блин опять на себя надо два раза нажимать один четыре я сегодня через дорогу вот я сейчас понимаю вот как ты за рулем отвечал я не успеваю читать еще и на дорогу смотри я не читал я говорил я не читатель я говоритель говоритель наш да и из питера нам тоже привет и всем нам привет привет здрасьте 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 у нас настроение очень хорошее веселое так что закончилась у нас неделя я тебя люблю сегодня обещали дать кому дать что дать кому-то кто-то обещал сегодня дать тебе постоянно даю не всегда беру дайку засыпаю раньше есть такое и из Харькова тоже привет какие планы из Харькова из Харькова можно мы едем домой хотя нет сначала мы заедем в Урюк в Химке посидим немножко отдохнем покушаем а потом поедем домой к нашим деткам они нас тоже интровировались кстати не знаю что я сегодня хочу посмотрим тартар нам какой-нибудь тартар хотите в перископе тартар будем ли мы в апреле на Фебе нет ребят мы не будем потому что мы уезжаем в Екатеринбург жить мы будем там расширяться да и Шенька да расти и развиваться расти и развиваться обучаться всему что то и кому можно ну к семье и самое главное пока совсем не заговнились в этой Москве ух ты пока да я москвичку не могу так сказать а ты прям поедем опять бухать будете на Урал нет бухать не будем на Урал поедем поближе к Кокляеву у нас будет понедельник очень интересный потому что ко мне оказывается на день рождения приезжают очень многие все таки решили так и назовем перископ интересный понедельник ждите скоро понедельник я думаю мы выйдем все в перископ и Клоков обещал тренировку дома нас провести так что я попробую включить перископ что вы посмотрели как Клоков будет тренировать и Шанькина дома тренировки на дому ты позволяешь я позволяю в свой день рождения мне тренироваться ну ради вас Дмитрий я позволю это сделать может тогда штангу тебе на день рождения подарить мне не надо штангу Тима курил табак табак раньше нет табак это табак это сигарета слушай я просто на перископе сказал что курил он курил довольно таки долго и уже давно не курил потому что бросил лет шесть уже не курил да ну семь наверное не помню не курил дома из Ёшкаралы тоже привет Ёшкарова привет привет а вы знаете что я в Казани родился Ксюха считает что я татарин это не я считаю а ее мама не хотела замуж отдавать это мама просто увидела твой паспорт и говорит а почему он татарстан значит он татарин я говорю нет просто он там родился и это он просто хитрожопый мне татарин ха-ха-ха-ха ха-ха-ха-ха какие-то у тебя смотри коричневые лайки у тебя какашечного цвета лайки у тебя ха-ха-ха-ха нет вон вон цветы цвета загара да цвета загара димон красавчик те кто колет меланатан у того коричневые лайки почему не были в гераклеоне потому что сегодня была и работа и фотосессии много работы тренировки мы хотели туда поехать хотели поехать но нам сказали что тренировка там не получится потому что у них соревнования и народу много и тренировки не будет а тренер сказал тренироваться поэтому хошь не хошь а поднимать надо да нашли другой зал батя мой живет нет не в спортзале в Екатеринбурге живет в спортзале он работает в Екатеринбург мы переезжаем в начале марта ну это такой гимор оказывается такой переезд это надо там машину заказать то заказать это заказать ни у кого нет фурка ребят большая просьба если у кого есть знакомые которые кому можно довериться нам надо перевезти две машины не перегнать именно перевезти и так же нам надо перевезти личные вещи полдома да и помост самая ценная помост да и не здесь пишите не сюда пожалуйста а если не трудно вам в инстаграм в личку не увезайте это кто пишет в личку пожалуйста пришлите координаты там да или телефонские можно будет связаться помогите нам пожалуйста я честно говоря уже две недели мучиться никак не могу отдавал объявление все но вот это вот я не могу меня очень многие предупредили что есть мошенники всякое такое и хочется все таки через знакомых если вдруг у кого то есть пожалуйста помогите нам найти людей в телескопе все знакомые все друзья все близкие вы же наши друзья почему уезжаете мы едем на обучение обучение открывать там и клубы и только клубы обучаться тому чтобы опыт да набираться опыта а потом приедем обратно в Москву не переживайте наверное и здесь уже будем открывать и клубы и студии и все так что все будет впереди у нас все будет хорошо у нас команда остается люди наши друзья наши ученики подопечные которые на долго не знаем пока ненадолго на годика два точно а потом посмотрим в ешку приезжайте а вот ты куда поехала с большим удовольствием в какую страну в Сингапур я люблю москву я люблю москву я люблю жить в Москве честно я люблю москву по выходным да я обожаю свой город куда я еду нам домой надо ехать на Ленинград на Ленинград а вот здесь был Титаник 90-е годы как детки спортом занимаются занимаются да сегодня младший на батуте прыгал хотя он болеет но хотя бы чуть-чуть немножко Варзак это кто? нам часик он попрыгнул Варзак это кто? можно это говорю? а старший у нас сегодня тяжелая атлетика занимается дома Дима написал ему программу и он тренировался и показывал что он делает сегодня в родных это я а кто это у нас? это я Варзак какой да? я не знаю без нас не может да? блин Юра готовится да Юра готовится ребят я не знаю как с такой подготовкой можно выйти на соревнования ленится ленится но ему очень нравится этим заниматься так что Дима сейчас поставит ему технику посмотрим как хотя бы первый разочек выйти на соревнования думаю будет здорово приезжайте поболеть за него обязательно ну он еще молодой ну он еще молодой усыновите меня кто-то пишет усыновите меня сколько лет? ну сколько лет? сколько лет? доченьку хотим удочерить можем усыновить достаточно Калининград привет Дима как часто ест сладкое? я бы с удовольствием чуть-чуть сожрал ребят могу сказать что Дима сладкое мало ест иди ко мне мой сахарок мало ест сладкое ну как-то мы не особо любим сладкое я просто склонен к полноте поэтому не могу себе позволить в каком месте можно узнать? я еще престарелый поэтому у меня замедленный обмен веществ когда Дима выступит по бодибилдинг-классик? никогда 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 все с этим закончили как хорошо никогда сколько Юрия и Леша? Алексея у нас младшему 11 лет Юрию 13 я в некомплексе буду выступить как самый зашибительский а в прозрачном платье фоткали? это была такая легкая фотосессия я хотел ей соски поправить, а она меня отругала не обидела я говорю неровно ты еще палых я бы поправить хотел для симметрии блин Дима ужаснее сегодня у нас была вообще фотография в белье в черном знаете темные шортики в нижнем шортики в топике в таком и димон спортивных черных шортах как красиво будет фотосессия оригинальные такие очень-очень красивые посмотрим что получится обязательно выставим вам покажем Илья Ульяновсина тоже привет продает я думал встанет а свело нам нужно проводить семинары а семейность счастлива семейность жизни нам с удовольствием с удовольствием проведем а мы и проводим в перископе присоединяйте слушайте нас в перископе репетируем с удовольствием в чем секрет счастье семейность давать надо да доверие любить доверие и вообще я считаю что на самом главном сортируя это любовь без любви ничего вообще не будет если вы любите человека о чем вы говорите мы в унисон говорим я дам Димону слово а то я тут на болтушке сижу болтаю а ты слово дашь? я думал на тех влюбленных да? на ты слово да даю Димону говори а что говорить то? говори а смысл? вот вы заметили он всегда говорит тогда когда я разговариваю в унисон он прям прорывает его в унисон это когда мы говорим об одном а когда мы говорим разные вещи синхронно простите пожалуйста это синхрон называется синхронно синихронный синхронный синхронный Кишинев тоже привет я помню что у нас был эротический уикенд в этом отеле в кроссфит податься я не хочу мне нравится моё тело честно вот какое это унисон если я про эротический уикенд а она про кроссфит это унисон я на вопрос отвечаю а зачем ты тогда а ну я отвечаю а что это всё молчу ты говоришь это я болтушка я у него научил Ладно, говори-говори, я слушаю. Мне приятно ее слушать. У нее приятный голос. В чем счастье, секрет. Мне нравится, как слушать ее. Она такая, ну давай, говорит, поговорим. Так что про кроссфит? Говорит, говорит. Я не... Романушка такая, бла-бла-бла-бла-бла. И так на душе приятно. Хорошо, Димон, давай тогда тебе этот вопрос переадресую. Какой? У меня спрашивают, почему, ну, не хочу ли я податься в кроссфит. Я говорю, что я не хочу податься в кроссфит. Мне нравится мое тело. Честно. У нее знакомство с кроссфитом было неприятно. У меня первый опыт был, могу поделиться, не очень удачный. Мы были на съемках, ее нахлопучили, там, тренер дал какие-то наклоны, тяги, свинги и все на поясницу. А спина у нее и так после гимнастики загруженная и переставалась. Короче, вот это, как называется, как там мышцы перья. Труждаются и происходит распад клеток, вот прямо сиенейший. То есть не боль, не спазм, а уже распад клеток бешеный. Я неделю не могла потом встать и после того, как мне закончился этот кроссфит, мне действительно было очень плохо. У меня выходила кровь. Прям с Женей было очень сильно. Вот, поэтому я, название, название кроссфит красивое, но заниматься этим пока я не хочу. Посмотрим, что будет дальше. Я занимаюсь с удовольствием. А я занимаюсь с удовольствием. Не успел это читать. Где Вася? Где Вася? Где он? Вася! Вася! Вопрос вам, где Вася? Мы это не знаем, где Вася. Вася сильный черт, конечно. Вася, наверное, в Америке тренируется, там, будет выступать, наверное, я не знаю, мы как-то сейчас, что-то не списывались в последнее время совершенно. Ну, конечно, заняты своими делами, что-то там. Зарипова тренируют, наверное. Он Зарипова? Да. А, или Зарипов его. Ну, короче, да, тренируются, наверное, они. А что ты замолчила? Да, мне говорили про сходство с актрисой, говорили. Какой? Василий Половников, да, мы именно про Васю спрашивали, да, про Половникова. Да, я думаю про этого, про другого. А про какого Васи? Ну, я не знаю. О, прикольный, какой кусенький. Какой еще у Васи? Новый, какой кусенький. Грустно без Васи? Это вам грустно без Васи? Ребят, ну так есть семинары, он проводит так же, да, приезжайте. Нахуя говорит папу гармониму, с кадилом весело. Мат. А, да. Мат. Нафига. Да. Нафига. Нам не грустно, нам не грустно вдвоем. Да, нам совсем не грустно. Секрет, счастье. Нам не грустно вдвоем. Да, мы весело. Да. Сколько мы вместе уже, 15 лет? Ну, познакомились мы давным-давно уже. 15 лет. Ну, так вот если вместе, мы с 2000 года. Нет, мы с 2000 года вместе. Мы с 2000 года вместе. Вот. 2000. Где Бачков у Василия, я не знаю, сколько Бачков у Василия. Там же. Там же? Вот. Дима говорит там же. Какую скорость у нас? Крейсерская. Девяносто. Девяносто. Я вот, честно, я боюсь Димоном ездить. Он очень неаккуратно ездит. Не внимательно. Он ездит аккуратно. У нас в семье водитель. Я стараюсь, да. Стараюсь. Добросовестная жена. Когда откроется центр подготовки Ешанькина? Скоро. 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 У нас уже второй год, по-моему, скоро. Не, ну мы уже сказали, что в Москве первый откроется на Севктенбурге, а потом уже здесь. Так что тот, который мы здесь открывали, надкрылся медным тазом. Спасибо арендаторам и спасибо за их. Ну да. Да. Не, ну мы откроемся. Мы откроемся обязательно, ребята. Вы увидите, вы придете и посмотрите. Вы открылись в подвале дома своего. Дома. Не своего дома. Дом мы снимаем, ребята. Конечно, очень приятно, что вы говорите, что это наш дом, но вот дом мы снимаем. Задешево. А какая разница, снимать дом или покупать дом? Покупать дом, хрена купишь дом, а так снимаешь дом и все равно ты платишь меньше, чем ты бы себе купил. В чем прикол тут? Правильно? Помните вы нам, всем друзьям Юра покупали мороженое? Да. А, да? Да. Это Фарзак? Не успел почитать, кто писал. Фарзак, наверное. Вот это кто? Не знаю. Я тоже не знаю. Болгарин какой-нибудь. Когда в папу Смит приедете. Когда опять Фарзак? Ребят, не знаю. Даже честно, сейчас столько сборов, столько всего надо сделать. Дети там прыгают. А мы не качаемся. А мы сейчас вообще не тренируемся. Простите, пожалуйста. Там помост-то нет. Когда там помост поставят, тогда придем. Там помост и там. Да, мы скоро уезжаем, ребята. Куда? Куда? Животные дома. Есть один этот свин. Животные есть у нас. С вески хаски, смешно с маламутым. Батя-то наш. Он же не дома, он же на улице. У нас, да, в вольере. Так что нам еще, блин, еще собаку перевозить. Еще столько надет. Все это вообще, это ужас какой-то. Где-то все. Любимая песня Димона? Русская. Какая? Какая русская? А я знаю. Не знаю. Не знаю. Какая тебе нравится, да, русская песня? Прям какая-то, чтоб торкала. Прям лау. Почему собаку держим на улице? Потому что эта собака не живет в доме. Эта собака, если живет в доме, он разрушит вам всю квартиру. Он разрушит все, что только можно. Он большой. Да, у Димона русские песни это песни военных лет. Вот он прям у него даже дизлезит, он бывает все песни наши. И Катюша и все. Ну, знаешь, прям, знаешь, для души и как-то... С Денисом общаемся? С Денисом скажем, с Гусем, конечно, а как же? А как же не общаться-то? Конечно, общаемся. А он приедет стать тебе на день рождения. Да, Гусев наверняка. Да. Дети с вами едут. Ребят, конечно, мы же всей семьей едем, а как же? Мы же это целое. Ждем КМС от тебя. А сколько там на КМС-185? Посмотрите только. Посмотрите, чтобы стать КМС, сколько надо там. Димон, спой. Спой, Димон. Вы уверены? Сейчас сразу раз все отписались. Димон спел все такие, ты-ты-ты-ты исчезли. Лайков ноль. За Рипу общайтесь, нет, за Рипу мы не общаемся. Привет из Хельсинки. Здравствуйте. У меня даже повар на финском. Я переключить не могу. Хорошо. А что, говорит, у вас секундомер можешь включить? Я не могу. Какой-то Василий Боков. А кто такой Боков с Василием? Ну, хочет, чтобы мы рекламу сделали. А, вы не знаете. Если он не перечислил мне на карточку 50 долларов, я бы его вообще рассказал бы, какой он красавчик. Вообще молодец. Скажи, как Голуба. Ну, Димон уже как Голуба уже не надо. Как Голуба сейчас, давай мне меня. Ладно, даю, даю. Вот, пожалуйста. Ай, как щенятки. Че они что-то? Ох. Голуб? Нет, Голуб так не говорил. Не похоже. Не похоже. Не похоже. Они просто Голуб плохо знают. Это все вырезается. Почему прыщи на плечах и спине у многих бодибилдеров? Поменьше надо. Конечно, не от того, что химию живут. Вообще нет. Вообще не от этого, ребята. Прямо вообще не от этого. По 9 часто на тренировках. Смешные капец. Круто. Старички. Веселые старички. Да. Старупа со стариком сидят и ржут. Смотрят на себя в перископе и ржут. Покажи дорогу. Оксана, на каникулы с собой берите. Кого? Стаса на каникулы с собой? Какого Стаса надо на каникулы с собой взять? Стаса Намина. Такой. Приезжайте к нам в Екатеринбург. Откроемся? Приезжайте. Обязательно. Там будет круто. Честно. Там есть вейксерфинг. Будет. А, Лендавера. Лендавера. Старский сакчик. Да. Привет нам из Казани. Спасибо вам большое, Казань. Спасибо ребятам. Так, 225 килограмм в сумме КМС. До 85 килограмм. 155-120 килограмм. До этого я и завтра сделаю. Ну так так. Мы практически в кармане. Можно так сказать. Посмотрим. Вы знаете, как всегда бывает. Ты в зале можешь поднимать на большие веса. У нас выходить на соревнования. И что-то пойдет или так. У кого-то на оборону. А у кого-то на тревку не получается. На соревнования прям рвут. Удачный день. Просто должен быть удачный день. У нас каждый день удачный. Будет. Даже ведь вот для меня? Да. Когда ты со мной у меня каждый день удачный. Классно. Это приятно слышать вообще. Ой, больше, больше привет. 225. 255. 25, 255. Отлично. Почему культуристы такие самовлюбленные? Ребята, как вы думаете? 255. Я вот всегда вот сколько лет живу. Он не культурист, конечно. Он другой человек. Но меня вот поражает. Я смотрю на фотографии. Ребята, вот знаете, вот они стоят в штанах. Раз сняли штаны и в трусах они там. Еще в чем-то. Не знаю, какие там трусы. Но они фотографируют себя. Мимо зеркала проходят и обязательно попозируют. Посмотрят свои мышцы. Это их работа. Они просто ненавижу уроды в чувстве. Нет, это их работа. Они должны наблюдать за своим телом. Растут они, не растут. А то, что они самовлюбленные, ну... Я бы сказал мой взгляд. Ну, есть люди нормальные. Наверное. Есть нормальные люди? Самовлюбленные? Да, я тоже так думаю. Что все-таки достойный человек, он будет чемпионом. Который достойный. Который ведет спокойную жизнь в Миренную. Никого не обсуждает. Никого не обижает. И творит добрые дела. Чемпионов-то немного. Настоящих чемпионов-то немного. А мнение складывается о большинстве. А большинство оно такое же, как и все люди. А это большинство можно оценить по комментариям ютуба. Я помню, машину продавали. Ребят, мы сейчас продаем машину. Мы продаем свой джип. Оранжевый джип продаем. Нам надо быстрее его продать. Потому что мы уезжаем. Мы берем салпорщик и мерзик. Вот. Ты занимаешься спортом? Вы вместе. Мы вместе спортом. Такой легкой, как в постели. Любовью занимаемся. Нет, бывает, бывает, иногда в зале там, ну, потренироваемся. Но это крайне-крайне редко. Иногда в зале занимаемся. Крайне. Крайне редко бывает. Смотри, какая хорошая связь у нас. Так. На Порше вам Дима дает кататься. Ребят. Она не любит мой Порше. Я не то, что не люблю. Я люблю... Вау! Дима, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Давай еще раз. Нет. Я люблю этот Порше. Он очень хороший. Она для меня такая более жесткая машина. Я привыкла к Мерседесу. Он более мягкий. Джипы. Такой высокий. А здесь такое ощущение, что попу по сольту едешь. Нет. Зато как. Оксана пошлая. Да, ребят, я научилась. Димона. Ну, я... Блин, ребят, мне почти 40 лет. Я могу хоть попошлить немножко в свою жизнь? Как она вчера пошлила. Мишенькин, я с тобой испортилась вообще. В 4 утра. Да. Счастья вам, ребят. Спасибо вам большое. Динара, конечно, я помню. А мы с ним сдались, ребят. Конечно, я помню, ребят. Динарочка, помню. Да. Отключаемся. Да, мы приезжаем уже в Химки в наши родные. Едем в Урюк. Так что, если кто-то будет поблизости, приходите. Не надо. Посмотрите, как Димон коленку. Эй, спалила. Чего? Я не могу. Это раз в месяц бывает, честно могу вам сказать. Я жрать хочу. Не жрать, а есть. Это ты есть, а я жраю. Ребят, спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы. Мы пошли кушать. Когда многие говорят, нельзя кушать, говорят. Я не могу. Я говорю, кушать. Бивая перьями на шляпах. Ты каждый раз песком будешь так заканчивать? Я так заканчиваю. А ты вчера смотрел на меня. Да, конечно. Все. Ребята, пока. Все, счастливо. Смоки-поки. Чао, бомбини. Все? Я. Всем пока, ребята. Счастливо. В было. Об presentations. Продолжение следует...